Буквально через минуту по этим ступенькам на сцену выйдут музыканты и на площадь Маяковского хлынет джаз. Пятый год подряд в Запорожье отмечают праздник джаза под открытым небом. На сцене выступили несколько музыкальных коллективов, среди которых муниципальный эстрадно-духовой оркестр. Вот сегодня во всем мире, там где есть биг-бенды и вообще любые джазовые коллективы, проходят концерты от Европы до Америки, до Латинской Америки, везде. И мы в том числе сегодня будем отмечать нашим выступлением Всемирный день джаза, который, кстати, идет под эгидой ЮНЕСКО. Джаз отличается от классической музыки свободой. В любой композиции есть место импровизации, чтобы музыкой, а не словами, передать настроение каждого исполнителя. На сцене звучат произведения эпохи раннего и позднего свинга. Это такие корифеи композиции, как Дюк, Эллингтон, Каунт, Бейси. Будут звучать произведения европейских композиторов джазовых. В основном мы сегодня взяли композиции готовые, те, которые написали очень потрясающие аранжировщики, американские, европейские аранжировщики, так называемые джазовые стандарты. Джаз зародился в конце 19 века. Произошел из блюза и африканской народной музыки. Его расцвет приходится на 20-е годы минувшего столетия. Тогда джаз был очень популярен в США. В 2013 году Запорожье стало первым городом в Украине, который присоединился к празднованию Международного дня джаза, учрежденного ЮНЕСКО. Мне удалось буквально два дня тому назад внести наш праздник в Международный реестр стран и городов, где проходят такие мероприятия. Есть такая джазовая карта мира, где у каждого города, который проводит мероприятие, есть флажок. И мы получили регистрацию и получили флажок. Более того, после этого праздника мы можем разместить видео и фотоматериалы, которые были видны с ним. На сцене выступили запорожский джаз-бенд «Президент», эстрадно-джазовый коллектив учеников музыкальной школы номер 2 и джазмены из других городов. По словам заместителя городского головы Анатолия Пустоварова, развитие джазовых коллективов в Запорожье будет продолжаться. Я сегодня здесь в большей степени, в том числе как зритель. Очень приятно просто прийти вместе с запорожцами, послушать наши коллективы, послушать приезжие коллективы. Поэтому я уверен, что в нашем городе, в таком действительно талантливом, действительно разностороннем, есть место джазу и мы будем продолжать это развивать. Участники танцевальной студии «Бачата Бланка» устроили перед джазовой сценой хореографический флешмоб. И многие зрители танцевали вместе с ними под любимые композиции.